Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о будущем московского «Спартака». Относительно недавно, где-то пару месяцев назад, появились сообщения, инсайды о том, что Федун может, так скажем, отказаться от своей руководящей должности. Может покинуть «Спартака» и передать его, так скажем, новому владельцу. И, с одной стороны, многие обрадовались, потому что, ну, скажем так, к Леониду Арнольдовичу отношение крайне специфическое, да и результаты последнее время так себе. Поэтому многие посчитали, что все, уйдет Федун и непременно заживем по-новому. Будет счастливая новая жизнь с победами, титулами, стеночками и забеганиями. В общем, будет все замечательно. Но, знаете, те, кто поумнее, задал логичный вопрос, уйдет Федун, а что дальше? Кто будет владельцем? Такие вот расплывчатые ответы в стиле, ну, наверняка найдется какой-нибудь богатый бизнесмен, или наверняка какой-нибудь банк возьмет на себя «Спартак», они, на мой взгляд, находятся где-то на уровне детского сада. Потому что сейчас, особенно в нынешней обстановке, говорить о том, что там какая-то очередь выстроилась из желающих купить «Спартак», наверное, не стоит. Поэтому здесь и сейчас главный вопрос, кто вместо Федуна. Потому что может прийти владелец, руководитель, который окажется еще хуже, и мы, Федуна, будем вспоминать добрым словом. Поэтому сейчас данный вопрос, наверное, является ключевым. Было несколько сообщений о том, что Лукойл может, так скажем, взять на себя команду, однако тогда будет сокращение бюджета, которое и так произойдет, но тогда может произойти еще и больше, так скажем, урезания трат. И на фоне всего этого многие болельщики «Спартака», конечно, возмутились и начали кричать «Давайте, найдите нам какого-нибудь олигарха, который возьмет на себя команду». Желательно олигарха богатого и увлеченного футболом. Ну и тут, конечно же, фигурой номер один становится Роман Абрамович, который как раз-таки недавно покинул Челси. И эти слухи о том, что Абрамович может стать владельцем «Спартака», появлялись еще вот как раз вот пару месяцев назад, когда были сообщения о том, что Федун может покинуть клуб. Но сейчас появилась новая информация, достаточно интересная, что компания под названием «Евраз», где Абрамович является самым крупным, так скажем, держателем акций, может приобрести московский «Спартак». Давайте обсудим это сообщение, этот слух, и попытаемся понять, что это будет значить для красно-белых. Переход из-под крыла Федуна под крыло Романа Абрамовича. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор – компания «Балтбет», и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте «Балтбет», а также ведете промокод, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги ничем не рискует. Итак, во-первых, хотелось бы отметить, что сама по себе компания «Евраз» уже опровергла слухи о том, что может приобрести «Спартак». Это, конечно, не означает, что сделкой в итоге не произойдет, потому что у нас очень часто бывает такое, что сперва что-то опровергают, а потом это происходит. Ну, в том же самом «Спартаке». Вспомните, сколько было сообщений о том, что Ваноли не покинет команду и будет работать в следующем сезоне. Результат мы сейчас как раз-таки видим. Так что здесь ни о чем пока что нельзя говорить на 100%, но слухи ходят, и даже самой компании уже пришлось их комментировать. Возможно, это говорит о том, что дыма без огня здесь все-таки нет, и, возможно, какие-то переговоры идут. В пользу этой версии говорит увлеченность Абрамовича футболом, потому что Роман Аркадьевич, с одной стороны, конечно же, хотел пробиться в лондонскую бизнес-элиту через Челси. И на стадионе Челси очень много разных сделок заключалось. Туда приходили всякие лорды, министры и так далее. Поэтому в каком-то смысле Челси был бизнес-проектом для Абрамовича и шансом заскочить в тамошнюю элиту. Но, с другой стороны, всем известно, что он действительно увлечен футболом, что он даже вмешивался в дела клуба. Например, Шевченко по его настоянию подписали в Челси, что для Шевченко плохо, кстати, закончилось. Так что здесь, в целом, мы видим ту ситуацию, когда Абрамович действительно может соскучиться по футболу, если у него не будет, так скажем, своей команды. Возможно, он сейчас будет искать коллектив за рубежом. Уже были слухи про турецкую какую-то команду или португальскую даже, учитывая, что у Абрамовича португальское гражданство. Но в нынешних условиях сложно понять, насколько это реализуемо. Даже учитывая то, что Абрамович будет наверняка не официальным владельцем нового клуба, а будет это делать как-то через своих представителей, либо через какие-то компании, все равно всем понятно, что команду будет покупать Абрамович. А его, как и многих других российских миллиардеров, сейчас накрывают санкциями. Поэтому, даже если представить вариант в Турции или где-то еще, где, скажем так, власть западных стран не так сильно, все равно там будет сложновато. Поэтому, возможно, Абрамович так или иначе попытается реализовать свои футбольные хотелки и желания на российской территории. А, возможно, и кто-то сверху даст ему команду, что это народный коллектив, и ты должен на себя его принять. И должен сделать Спартак, если не чемпионом, то, по крайней мере, постоянным борцом за золотые медали. Так что, в этой ситуации, возможно, Абрамович действительно попытается приобрести Спартак. В пользу этого говорит достаточно много факторов и, так скажем, увлеченность футболом и психологический момент. Сейчас, в том числе, для власти нужно как-то, знаете, умаслить население на фоне определенных проблем, не безызвестных. А Спартак имеет огромную аудиторию. Если Спартак побеждает, то как-то и настроение в обществе, может, немножко другие будут. Так или иначе, сейчас, может быть, действительно многое складывается в пользу всего этого. И если это произойдет, ну, скажем так, это будет достаточно интересный вариант. Потому что Абрамович, если он займется этим, то займется основательно. И, скорее всего, приведет свою команду менеджеров, что является самым главным нюансом. Потому что для Спартака не так важен даже финансовый фактор. Деньги все-таки и у Федуна были, и он вкладывал достаточно много в коллектив. Главный вопрос был в том, как эти деньги тратятся, и главное, кем. Потому что все вот эти чудо-манагеры, чудо-дельцы, которые работали и до сих пор работают в Спартаке, они были основной причиной для проблем. Имея тот бюджет, который есть у Спартака, можно было слепить куда более интересный клуб с куда большим количеством побед за последнее время. Но Федуновский Спартак оказался очень затратным предприятием и предприятием с тремя успехами, с тремя трофеями. Ну, не считая Копа-дель-Соли и всего остального. Так что сейчас хотелось бы отметить, что Спартак может действительно перезагрузиться. При этом бюджет останется тот же самый, но появится более профессиональная команда управленцев. Возможно, во главе с Грановской. Грановская, которая является таким вот антиподом для Заремы Сариховой. Зарема – это символ того, что может плохого сделать женщина, окунувшись в футбольную жизнь какой-нибудь команды. Грановская, напротив, показывала профессионализм и очень здорово руководила многими процессами в Челси, как и некоторые другие сотрудники всей вот этой системы, которые покинули сейчас Челси вслед за Абрамовичем. Таким образом, особо не увеличивая бюджет, можно добиться определенного прогресса. Просто не раскидываясь деньгами на контракты Кутепова, Зобнина и остальных, не раскидываясь деньгами на ненужных легионеров, не подписывая кучу советников, типа комоций, советников-советников, всех этих людей, которые прилипли к Спартаку. В принципе, за счет этого можно добиться определенного прогресса, не увеличивая бюджет, но более грамотно его тратя. Поэтому, в принципе, сама по себе история достаточно интересная, потому что здесь приходит не только Абрамович со своими деньгами, но еще и достаточно интересная группа менеджеров. В общем, хочется верить, что это произойдет, потому что, если Роман Аркадьевич возьмет под опеку какую-то другую иностранную команду, ну, может быть, будет и интересно, но будет не так здорово для нашего футбола. А сейчас, как мне кажется, возможный прогресс Спартака под руководством вот этой команды может определенным образом подстегнуть весь наш футбол. Потому что тогда и конкуренты задумаются о том, что нужно более грамотных руководителей искать. Тогда появится, наконец-то, у нас хорошая такая, знаете, хорошая плеяда футбольных менеджеров. И тогда, может быть, наш чемпионат поменяется. Потому что, вот, например, Динамо стало определенным символом того, что подписав удачного, качественного менеджера, Бувача, можно добиться существенного прогресса. Если сейчас, допустим, в Спартак придет Грановская и Абрамович, и Спартак тоже резко прибавят, я думаю, многие коллективы могут тоже призадуматься и взять себе опытных, качественных руководителей. И тогда уже, возможно, и чемпионат будет куда интереснее. Да, денег станет меньше, но зато они будут грамотнее тратиться. Во всяком случае, на это появится надежда. Так что, приход Абрамовича в Спартак, если он действительно составится, это плюс для всего российского футбола. Не побоюсь этого слова. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.